Герой нашего следующего сюжета мечтает о серьезных соревнованиях и полноценной семье. А пока работает охранником в магазине и усиленно занимается боксом. Типичная, казалось бы, история. Таких сотни, но не в этом случае. В бойцовском клубе Гродно уже несколько месяцев тренируется 26-летний Денис Мещеряков. Он бьет по груши исключительно ногами. Галина Буру о битве без рук и сюрпризе от Белорусской Федерации бокса. Моя мечта была с детства быть охранником. Я решил заниматься спортом и пришел в бойцовский клуб, чтобы научиться приемами и в дальнейшем защищать людей. Отсутствие рук Денис Мещеряков полностью компенсирует присутствием силы духа. И даже в боксе, где, казалось бы, руки – основное оружие, парень смог доказать всем. Он может бить стереотипы. Я уже привык, у меня уже ноги, ноги, ноги как руки. Я ногами пишу, раньше рисовал, могу дома убрать что-нибудь, парень хозяйственный. А вот тренер по боксу, мастер спорта международного класса Антон Бекиш от идеи о боксе без рук. Поначалу, мягко говоря, опешил боевое искусство без крепкого кулака. Как? Оказалось, невозможное все-таки возможно. Он приходит постоянно на тренировки, ни одной тренировки не пропускает. Если какие-то упражнения на руки, он плечами работает, корпусом. И отдельно я его потом ставлю со снарядом работать, он работает ногами. Я горжусь, что он у меня занимается. Спортом Денис увлекся еще до того, как пришел в бойцовский клуб. Держит организм в тонусе, регулярно бегает. А теперь и мечта детства – бокс. Помогает поддерживать спортивную форму. Чтобы вы понимали, эта боксерская груша весит 60 килограммов. Во время удара задействуются все группы мышц. Это битва на выносливость. О Гродненском парне, который мужественно преодолевает трудности, знают и в Белорусской Федерации бокс. А здесь готовы поддержать Дениса в его начинаниях. Первый шаг – настоящая чемпионская форма в подарок. Хотим от имени Федерации вручить ему небольшой символический подарок. Это майка национальной команды Республики Беларусь по боксу, в которой наши спортсмены выходят выступать на официальных мероприятиях, чемпионатах мира, чемпионатах Европы, которые они защищают через нашу страну. Все подарки будут переданы Денису. Возможно, это станет дополнительным стимулом для парня. А на сегодня задача максимум – приобрести протезы. И все-таки надеть профессиональные боксерские перчатки. Галина Буро, Дмитрий Боярович, Анатолий Бояренцев и Владимир Слиш. Телекомпания СТВ.